Сегодня наша пресс-конференция касается предоставления медицинской помощи переселенцам. С какими трудностями за этот период люди сталкиваются и как можно им помочь. Об этом Андрей Черноусов, ведущий эксперт Харьковского института социальных исследований, и Елена Дармаш, руководитель медицинской группы станции Харьков. Андрей, с вас начнем, а потом мы перейдем слово Елене. Добрый день всем. Дякую, что пришли. Звернув увагу на этот релиз, анонс. Мы закончили исследование, которое было присвячено обеспечению правил на медицинскую помощь внутренних перемещенных людей в Харьковских и Дніпропетровских областях. Мы всем вам рекомендаем узнаем больше детально с цифрами, висновками в этой брошюре. Вона есть в наявности, поэтому прошу, берите. Досліджение проводилось у нас протягом сечня-лютого. И произошло так, что через то, что были проблемы с доступом до информации в Дніпропетровскую область, еще и тривало в березнь. Что мы сделали? Мы опитали внутренних перемещенных людей. Дальше 100 человек в Харьковской и Дніпропетровской области. Для большого это в Харькове была станция Харьков. Дякуем им еще раз за это. А в Дніпропетровске это также большая команда, которая называется фонд «Допомога Дніпра». Кроме того, мы опитали волонтеров 30 осіб и опитали экспертов, посадовцев, фахивцев от медицины 20 осіб. И так же проанализировали документы, нормативные документы и ответы отделов управления охраны здоровья, администрации и Министерства охраны здоровья. И до проблем сразу. Какие главные проблемы выявили исследования? На первую позицию мы поставили отсутствие недоступного медицинского обеспечения финансирования, конкретно для ВПР. Кошты, которые выделяются на лековую, как и на решту медицинских послуг, то есть для людей, которые уже живут на данной территории, в данном случае в Харкевске и Дніпропетровске области, они единственные. Специально деньги для внутренних послуг не выделяются. Больше того, мы взглянулись с тем, что, несмотря на то, что, например, на кисть лютого было близко 50 тысяч людей, которые взглянулись на медицинскую помощь только в Харкевске области, до сих пор нет специальных регистров по фиксации людей, которые примещаются и потребуют медицинской помощи. То есть, я так понимаю, что можно было говорить, что на это немае время, но это можно было говорить в 2014 году. В 2015 году нужно проведать регистры, фиксировать, рахировать к количеству потребителей, и закладывать эти деньги на будущее. Так, частейше за все, питані значили проблеми у диагності социал-лікування, 61% відповідей, у 19% випадков была необходима консультація, у 20% – стаціонарно ликування. Найбільше звернень за медичной допомогою стосовалося ликування простудних, 36% хроничних, близко 30% захворювань. Також 10% звернулися з проблемами, повязанною з гидністю та народженням дитини. Для того, щоб забезпечити належний регион медичного фінансування, необхідно не перенавантажувати місцеві бюджети, бо зараз надання медичних послуг здійснюється за рахунок місцевого бюджету. Звичайно, він не був і не розрахований зараз на таку кількість звернень. І в тому є проблема. Посадовці від медицини кажуть, що всі люди, які звертаються, ми їм всім надаємо допомогу в межах наявного фінансування. Оце головна їх умова. Як насправді, трохи згодом, Олена, я думаю, більш детально розкаже, відсутність налагодженої первинного медичного ордену всіх переміщених осіб, які переїздять на підконтрольну територію. Я б не хотів всіяти паніку, але питання з епідеміологічними захвореннями стоїть дуже гостою. По-перше, люди, які довгий час провели в укриттях, ховаючись від обстрілю і так далі, здебільшого це підвали, там велика вологість, недостаток свіжого вітря і так далі, так далі. Завдяки цьому можу прорисувати такі небезпечні захворення, як туберкульоз та пов'язані з ними інші легеневі захворення. При переїзді сюди в нас відсутня будь-яка, скажімо так, медична, діагностична перевірка стану здоров'я тих людей, які сюди потрапляють. Іншим питанням, дуже-дуже серйозним питанням, є питання вакцинації дітей. Це, наскільки нам відомо, це є вже, скажімо таки, більш суттєва проблема, і про неї говорили на чудовному кластері Всесвітньої організації «Виховане здоров'я». Перше, це відсутність чи обмежена кількість вакцин, які пропонує держава. Інше питання, це незнання чи погана обізнання з батьків стосовно схем вакцинації своїх дітей. Відповідно, люди, коли переїжджають, останнє, що вони з собою забирають, це медичну документацію. Відповідно, картка щеплень, план щеплень губиться. І якщо батьки сумлінні, то вони пам'ятають, якщо ні, є питання стосовно, були щеплені, не були і так далі. Неналежний доступ до інформації внутрішньо переміщених осіб про те, куди і як можна звернутися до медичну допомогу. На жаль, не розгорнута інформаційна компанія, яка би цілеспрямована інформувала внутрішньо переміщених осіб щодо видів, типів та місць надання медичної допомоги. Це все відбувається завдяки волонтерській роботі. Їх участь, коли вони беруть зароби, приводять до конкретних медичних закладів, установ і так далі. На запитання до Департаментів охорони здоров'я нам відповідають, що всі, хто звертається, всі отримують допомогу. Знебільшого це так, я згодний. Але чи всі, хто потребує цієї допомоги, звертаються? На це питання відповіді поки що ми їм не отримуємо. Наступне, обмеженість матеріальних коштів переселеться для купівлі навіть мінімального набору ліків, навіть у простих випадках, коли вони там захворіли простудними захворюваннями чи такі інші. Наприклад, це пов'язане з тим, що взагалі фінансово-матеріальні становища, ВПО, вкрай важке. Бо поки переїхали, поки влаштувалися, знайшли житло, виплатили якусь там орендну платню, гроші майже не залишаються. Ми серед інших, що ми їх спитали, як вони оцінюють свій матеріальний стан. Так ось, 24% опитаних сказали, що вони ледь з'являють кінці з кінцями. 63% сказали, що їм вистачає грошей лише на харчування. На решту, одяг, медичне обслуговування, якісь соціально-побутові потреби, грошей не вистачає. Що стосується оплати медичних послуг тих людей, які все ж таки звернулися за медичну послугу, близько 80% відповіли, що ці послуги були безкоштовними. 13% відповіли, що платили безпосередньо за медичну послугу лікарів або медсістів. Плата варіювалася в такому інтервалі від 150 до 1200 гривень. Щодо плати безпосередньо лікарів або медсістри, то вона становила від 7 до 2 тисяч гривень. Тобто різні розміри за різні послуги. Здебільшого варто визначити, що це оплачувалися складні диагностичні послуги, тобто якісь аналізи, МРТ чи ще щось, оплата витратних матеріалів, плівки і так далі. Тобто варто сказати, що в принципі проблеми переміщених осіб не є якимось новими для медицини. Просто ми тут попередньо поговорили і дійшли в висновку, що нічого нового ця проблема не виявила, просто стала ще одним викликом старої системи охорони здоров'я. Вона, скажімо так, погано адмініструється, погано керується, і переселенці це додатково навантаження на неї, і вони можуть, скажімо так, ті, що винахідливі, ті, що більш вимогливі, вони отримують допомогу. Ті, що більш, скажімо так, побоюються, соромезливі, ті, залишаються без допомоги. П'ята проблема – труднощі з отриманням медичної допомоги особи, які потребують постійного прийома ліків кваліфікованого медичного супругу. Це наші групи хронічних захоронів – це діабети, ВІЛ, СНІД, туберкульоза, гепатити, наркозалежні, психічні хворі. Ми знаємо, що навіть на контрольованій території це велике питання доступу для окремих категорій до цих ліків, бо ми знаємо, що досі стоять закупівлі окремих препаратів, і люди по своїх схемах, яким держава повинна надавати безкоштовно ліки, не отримують, або отримують частково. Тому ті, що перемістилися сюди, вони, скажімо так, грубо кажучи, якщо тут було 10 препаратів на 15 харків'ян, то ще приїхали 10 переміщених осіб, препаратів більше не стало. І проблема тільки поглибилася. Майже останнє, але не за значенням, а по списку, це питання психічного здоров'я та психічної корекції тих розладів, які є у дітей, просто у дорослих людей, бо багато з них дуже тривалий час знаходилися підостріл в різних укриттях, по підвалах, по сховищах. І, на жаль, на питання психологічної реабілітації дуже-дуже мало звертається увага. І це, на нашу думку, є одним з таким, скажімо, тривожним сигналом, бо ці всі неврози, психози, вони будуть розкриватися з часом. І якщо не, скажімо, втратити первинну якусь змогу це якось відкоригувати, то далі це буде складніше і складніше. І останнє за списком – це наявність інших супутніх проблем. Звичайно, що медична проблема для переміщених осіб – це одна з інших списку. Так от у нас у списку такі ще неможливість працевлаштуватися – це відбувало нам 45% відповідей, відсутність житла – 33%, відсутність теплих речей – 25%, відсутність часто навіть харчів – 15%, проблема з отриманням соціальних виплат – 19%. Тут в тому числі і переоформлення соціальних виплат. Розумієте, всі ці проблеми можуть ставити проблему звернення за медичною допомогою в кінець списку. Бо поки можу ходити, поки там не критично, то буду вирішувати первинні проблеми – харчування, житло, оформлення пенсій та виплат. І проблема з медичною допомогою буде відкладатися, її рішення. Скоріше за все, наші респонденти відповідали так. В якості підсумку свого виступу хотів би ще раз наголосити, що, на жаль, час реформування чи зміни системи охорони здоров'я спливає, змін ми поки що не бачимо. Навіть ті виклики, які вже існують більше року, на них держава дуже повільно реагує чи не реагує зовсім. Ми закликаємо, по-перше, це обов'язкове створення реєстрів людей, які потребують медичної допомоги з числа внутрішньопереміщених осіб для того, аби розвантажити хоча б на наступний рік, на 2016-й, місцеві бюджети. Бо, знов таки, якщо ми їх не порахуємо, потреба буде розраховувати з поточного року. А це будуть тільки ті люди, які проживають на території Харківської області. І крапка. Почати враховувати і зараз, щоб закласти бюджет наступного року, щоб хоч якось мінімально забезпечити потреби внутрішніх переселенців. Я вам дякую, передаю слово. Дякую. 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 болеют дети малообеспеченных семей, многодетных семей в нашей области, поэтому потихонечку переключаемся на помощь и таким категориям людей. В общем-то, проблемы было две, да, изначально проблемы было две. Недостаток материальных средств у переселенцев, чтобы закупить лекарства и адекватно пролечиться, и незнание города, незнание структуры медицинской, чтобы можно было адекватно обратиться и пролечиться. Меня, честно говоря, удивляла иногда безинициативность на местах, безинициативность докторов, с которым пациент обращался с проблемой, и людям говорили, что это не наш профиль, и дальше ничего могли не порекомендовать. Сейчас волонтерская сеть очень хорошо, в общем-то, сама знает, куда, кому, с чем стоит обращаться, где помощь, кажется, быстрее, где о качестве невозможно, где с удовольствием даже. А куда, в общем-то, не стоит обращаться. Не стоит обращаться, опять же, по таким причинам, как полиправмазия. Доктора грешат назначением колоссального количества лекарств, лекарства с недоказанной эффективностью, лекарств, которые относятся к группе БАДов, пищевых добавок, нескольких антибиотиков одновременно при банальном бронхите, там, зелете, там, где можно было бы обойтись, в общем-то, наверное, одним препаратом. В начале работы нашей медслужбы мы имели список врачей, которые охотно говорили, присылайте переселенцев к нам. И также некоторые частные клиники обратились к нам с предложением бесплатно консультировать детей, взрослых, некоторые даже предлагали обследование, анализы. И что мы получили в конечном итоге? Мы получили перегруженность этих клиник, клиник, частные врачи, они работали до 10-11 вечера, потому что люди, получая в государственном учреждении список из 20, иногда даже до 40 препаратов. Даже из больницы иногда выписывали людей, и при выписке им назначали 20, 30, 40 препаратов. Они обращались к частному доктору, который урезал до минимально достаточного, кроме того, пытался заменить на более дешевые аналоги. И в итоге, по статистике, мы на сегодняшний день все препараты, которые выписываются, удешевили на 60% и урезали на 90%. То есть в некоторых случаях, в некоторых случаях, людям вообще назначались препараты, которыми один препарат нужен был из десятка. То есть это колоссальная работа была проверена. У нас сидел специальный человек, который регистрировал все препараты до, то есть как назначено было докторами, и как потом урезали специалисты. Значит, все озвученные Андреем проблемы мы доносили лично до квиташизии. Была встреча волонтеров с министром в феврале, на которой я встала и озвучила все эти проблемы. И говорилось, что невозможно в ручном управлении отдельным волонтерам, отдельным волонтерским группам работать вот так вот. Нужна правительственная горячая линия Минздрава, которая будет реагировать оперативно, которая будет хотя бы собирать эти проблемы, собирать какие-то базы, выделять самые главные. И как-то быстро реагировать. Не в течение 30 дней, когда пациент поступает, ему нужна срочная операция, нет ни лекарств, ни перевязочных материалов, ни там, допустим, пластин каких-то. Вот, мама звонит на горячую линию, в итоге волонтеры находят лекарства, препараты, доктора успешно оперируют, мы пациента выписываем, МЧС находят место в другой области, пациент уже уезжает и через 30 дней приходит из Минздрава, мы рассмотрели вашу заявку и готовы вам сказать, что фидроствор вы можете получить там. Виташвили обещал нам поработать над этой проблемой, ВОЗ на месте, то есть проблема эскалировалась и все еще не разрешены. То есть никто ничего не сделал. Значит, на сегодняшний момент мы очень хорошо работаем с городскими областями, в частности, очень многие ночмеды и главврачи прямо вот на прямом контакте у меня и если вот существует пациент с какой-то острой проблемой, я даже могу согласовать с ночмедом, можно ли этому пациенту прямо сегодня, прямо сейчас, потому что он затянул, он боялся, он боится теперь, что его еще за то, что он там затянул, могут не взять куда-то, можно прямо вот в вручном режиме это все решать. Это безусловно успех для нас, да, нам это помогает, но сказать, что мы прыгаем через голову, через структуру, через систему, не должно быть такого. Значит, на сегодняшний момент нет у нас уже возможности обеспечивать амбулаторных больных лекарствами, к счастью, их стало меньше, к счастью, сейчас нет ста заявок, которые были летом, осенью, даже более ста заявок мы получали от людей в сутки, на сегодня их около 20-25, но с другой стороны, есть амбулаторные пациенты, которым нужен антибиотик дорогостоящий, еще что-то, как решать эту проблему, мы пока не знаем, мы пока отказываем людям с насморком, да, с панами, мы урезаем, мы вот сложные случаи обрабатываем. Что делать с этим дальше, пока непонятно. Многие из людей нетрудоустроены, многие люди не получают справки переселенцев по тем иным причинам, кто-то поступает сюда, попадает в больницу, у него утерян паспорт, у него утерян идентификационный код, сам он не может пойти за справкой переселенца, мало того, недавно юристы обнаружили, что человек, который лежит в настоящее время в больнице, не имеет права на соцпомощь, поскольку в больнице его обеспечивают лекарствами и обеспечивают едой, то есть ему не положено, но, допустим, это даже так, его покормят, его даже волонтеры, у нас есть, существует служба, которая кормит людей, которые здесь попали в больницу и не имеют родственника, его вылечат, дальше он выписывается, у него нет стартового капитала, у него нет возможности купить себе элементарное мыло, туалетную бумагу и так далее. Так это какое-то постановление такое принято или как? Ну вот юристы вчера сказали, что это постановление, которое регламентирует выдачу справок, не справок, а самой помощи материальной. Нужно будет посмотреть, что это, только вчера вечером мне сказали, мы пытались молодому человеку, который лежит сейчас в больнице, помочь оформить, маме отказывали оформление этой помощи, и юристы сказали, что да, отказываю на законных основаниях. Но пока что я не копалась в этом. Можно нам покопаться, посмотреть, какие есть варианты, что с этим нужно сделать. Возможно, молодого человека необходимо выписать, оформить и потом еще раз его госпитализировать. Я не знаю, то есть всегда есть какие-то выходы. Вот к счастью, городские власти идут сейчас на все уступки, которые возможны. К счастью, вот в городе у нас какие-то налаженные связи, механизмы, мы вместе даже иногда думаем, что же нам делать в этой сложной ситуации, потому что с областными властями пока нет такого тесного прямого контакта вот с городскими все у нас хорошо. Что еще? То есть тут странно, что у нас соцслужбы активно не работают с больницами, да? То есть еще не налажен механизм, когда головрач, когда видит, что к нему попадает переселенец, сам активно ищет соцслужбу своего района, те присылают кого-то к ним в больницу, человеку оформляют документы или помогают как-то оформить утерянный идентификационный год, утерянный паспорт. То есть вот эти две службы вместе с собой не работают. Кроме того, очень часто больницы сами обращаются и говорят, мы выписываем переселенца, а он слабенький, он сам может быть не дойдет там куда-то, ему нужна помощь, ему нужно довезти, его нужно расселить. И больницы не знают, куда дальше этих пациентов девать. Это касается и пациентов с психиатрическими нарушениями, и инвалидов, и пациентов просто престарелых, одиноких, которые растеряны, потеряны. Нет такого плотного контакта между соцслужбами, пока что они очень часто обращаются за помощью к волонтерам. Ну что еще хочется сказать, что госструктуры, с моей точки зрения, сами по себе и госструктуры, и больницы в частности, не ищут пути разрешения. Вот существует ВОЗ, существуют представители ВОЗ в Харькове, они уже не первый месяц работают в нашем городе. Мы как волонтеры от ВОЗ принять помощь медицинскую не можем. У нас нет лицензии, мы не доктора в большинстве своем, мы не ведем прием, у нас нет помещения, мы не можем принимать пациентов, выдавать лекарства тоже не можем. То есть мы можем закупать, или мы можем, нам звонят в Харьковчане, говорят, у меня есть антибиотик такой-то. Мы записываем базу, потом, когда какому-то переселенцу необходим этот антибиотик, мы стыкуем этих людей, люди сами решают, брать ли у неизвестного человека этот препарат, как он хранился, то есть это уже их ответственность. Мы тоже не можем на себя брать ответственность, кто там, что принялся правильно, в большинстве своем. А больницы могли бы проявить инициативу, связаться сами с международными организациями и взять на себя гуманитарную помощь от того же ВОЗа в виде каких-то необходимых препаратов, тех же антибиотиков, тех же антисептиков и так далее. Никто не проявляет интереса. Я не знаю, почему это. То есть еще не произошел прорыв сознания, не вижу я инициативы, которая смест, чтобы хоть когда-то какие-то доктора сказали, как бы нам воспользоваться международной помощью. Может, наша клиника взяла бы на себя такую... Я думаю, может быть, после этого репортажа кто-то с нами свяжется. Я не вижу инициативных местах со стороны докторов, когда они выписывают пациентов, у которых есть проблемы со здоровьем, которые не решаются в нашей стране, либо даже в нашем городе. Как специалисты, мне кажется, они должны знать, что вот это апеллируется в Австрии, а вот это в Германии, а здесь вам могут помочь в Одессе. То есть людей выписывают и говорят, что здесь мы бессильны, и дальше человек предоставлен сам себе, и дальше волонтеры начинают обзванивать по новой все эти страны, фонды, искать похожие случаи, где, когда кому помогло. Хотя наверняка люди, доктора очень хорошо знают, где, кто кому может качественно помогать. Хотелось бы от них такой вот помощи тоже. Я думаю, что со временем, со временем как-то вот оно прорвет в этой сфере тоже. Ну, в целом, продолжаем работать, продолжаем обеспечивать. Тут вот хороший вопрос задали, да, обеспечено там 20% людей получили бесплатно, сколько там платно, кто-то там еще что. Я рассказываю о том, как все хорошо, как у нас все потихонечку по шагу разрешается, но это касается только лиц, которые нас смогли найти. Те пациенты, которые нас не находят, какова их судьба? Она очень сложная, потому что иногда мы их обнаруживаем сами, иногда очень поздно, иногда вот просто кто-то едет в гуманитарную помощь, отвозит в село, и там уже находят людей, которые нуждались и не знали никуда позвонить. Никак. То есть информационной поддержки нет? Абсолютно нет, да. Как это комплексная проблема, мне нужно нырять с головой, большинство наших волонтеров, к сожалению, работают на полную занятость, совершенно в других структурах, кто-то библиотекарь, кто-то учитель, кто-то врач, кто-то строитель, есть, то есть абсолютно ли. Государство должно включаться в этот процесс, потому что на волонтерских плечах… Государство должно пользоваться, потому что научиться волонтерами пользоваться, наверное. Есть вопросы. Да, есть вопросы. Такое ощущение, что государство теперь и не хочет решать эти проблемы, потому что есть волонтеры, на них все можно спихнуть. Но это такая мысль. Скажите, пожалуйста, все-таки получают ли лекарства от людей, которые вы сказали, да, хронические, которые стоят на диспансере? И второе, Елена, по-моему, мы с вами или с кем, или со светами мы были, когда Сверштаб говорил, что они представили какой-то там облик электронный, еще что-то такое, больных переселенцев. Вот как раз то, что Андрей говорил, что надо составить какой-то, по которому деньги могут выдавать. Слышали, что-то было? Ничего об этом не слышал. Да, мы были на кухом столе как раз. Это повод связаться мне, наверное, непосредственно с ней и обсудить этот вопрос. Давай, если так и сделаем. Это было бы неплохо. Сейчас пациенты в большинстве своем получают препараты, но вот где-то в месяц как начались перебои. Это звонили пациенты с муховицидозом, звонили пациенты с эпилепсией. То есть в некоторых случаях на май уже им сказали, что возможно препаратов не будет. Некоторым дозу вот еще с февраля начали переполовинивать. То есть говорят, что вот у нас не хватает. Действительно это связано с тем, что финансирование рассчитано на нашу область, а пациентов с такой патологией прибыло. Причем вот пациентов с эпилепсией прибыло какое-то невероятное количество. Большое очень. Это и доктора отмечают, и мы сами по своим обращениям, что очень много, и покрыть это бюджетом в нашей области очень трудно. Андрей, а Вы не интересовали, если у вас была администрация, сколько государству выделило денег для этих людей? Потому что снова такие, это все, что на больных гемодиализом выделяли, там еще что-то такое. Мы интересовались, но они не могут нам дать эту цифру по одной простой причине. Потому что все в рамках поточного финансования, речного. Все. Мы упираемся в то, с чего мы начали. Для того, чтобы спрогнозировать будущие расходы в сфере медицины, наверное, надо начать считать потребности, которые хотя бы есть сейчас. Закладывать какие-то риски, и будет бюджет. Но это почему-то никто не делает. Все в рамках существует. Да, они нам четко говорят, но к ним то, что говорит Елена, не придерешься. Все, кто обратились, ну, большинство, получили помощь, получили препараты. Более того, насколько я знаю, сейчас подключился ВОЗ, они хотят ввести систему ваучеров, так называемых. Тем пациентам, которые нуждаются в получении препаратов бесплатных, им будут выдавать ваучер на определенную сумму. То есть, если он в больной эпилепсии, есть схема план лечения, по которой он должен покупать определенные препараты с периодичностью. И конкретный препарат. Они говорят, да, вот вам, мы поддержим схему полгода, год и так далее, вот вам ваучер. Соответственно, там пока не решен, не знаю, вопрос, будут ли это деньги или будут ли это просто, скажем, накладные или квитанции. Приходишь квитанцию в аптеку, у тебя меня это на препарат. Пока они с этим разбираются, но даже ВОЗ уже дошел до этого, чтобы как-то включиться в помощь и к раздаче препаратов. Есть ли значение, зарегистрированный человек, который обращается в линию? Или оказание медицинской помощи? Есть ли факты дискриминации, когда человек не зарегистрирован? Мы это спрашивали, у нас статистики такой нету, потому что как таковую дискриминацию мы не выявили. Если человек обращается по неотложной помощи, то есть по линии 103, помощь оказывается всей. Те, которые хотят прийти на прием к врачу, там могут возникать вопросы. Но какой-либо дискриминации связаны с, а вы там в Донецке, или понаехали, такого в нашем исследовании зафиксировали него. Более того, все отмечают, ну скажем, глубокое понимание сочувствия со стороны медицинского персонала, со стороны волонтеров и тех людей, которые их встречают. Есть еще вопросы? Да, у меня вопрос. У вас исследование было в двух областях. Была ли какая-то разница между помощью Днепропетровской и Харьковской области? Разница была, потому что Днепропетровская область неохотно отвечала на наш запрос. У нас практически нет статистических данных по Днепропетровской области. Если бы не наши партнеры в фонде Днепра, у нас бы данных так и не получили. Мы должны сказать, что мы умышленно не выделяем, не разделяем проблемы. Ну, я статистику вам выделил по-харьковски, потому что у нас есть, потому что Днепропетровская не дала. Но проблемы те же. И в беседе с волонтерами в наших интервью мы выявили аналогичные проблемы. Потому что мы должны сказать, что мы, наверное, тут братья-близнецы Днепропетровской областью по тем проблемам в медицине, которые есть. А, еще хотелось спросить, почему, вот как вы думаете, почему врачи ведут себя так, назначая кучу лекарств? Раньше мы говорили, это сотрудничество с корпорациями, с медицинскими аптеками. Вот здесь врачи. Да, и здесь то же самое. Здесь то же самое. Была, у нас опять же в городе приезжал министр Питас Швидет со своей группой реформаторов. Они рассказывали о реформах здравоохранения. Реформы, кстати, вот тоже на месте и стоят. В общем, ничего не сдвинулось в этом вопросе. Была очень жалкая дискуссия по поводу реформ. И вот сейчас затрону вопрос ваучеров. Одна из организаций международных, не могу говорить имя, не спрашивала разрешение, выдает сейчас ваучеры некоторым переселенцам, у которых, в общем-то, зафиксирована какая-то тяжелая патология, требующая постоянного какого-то лечения. Но они выдают ваучеры под рецепты от доктора, под выписку из истории болезни. Ее рассматривают за рубежом в одной из европейских стран, выносят свой вердикт, а потом пациент получает на карточку какую-то сумму денег, после чего идет в аптеку, покупает, приносит чек, приносит, фотографируется препарат, а в общем-то так это все удостоверяется. С чем столкнулись, с какой проблемой? С той же самой, когда назначается пациенту 12 препаратов, это отправляется в Европу, и в Европе врачи разводят руками и говорят, ну, один покроем, два покроем. Что вот это вот все остальное, что оно себе представляет, и зачем-то в нам случае это назначалось, непонятно. На встрече с министром я пыталась внедрить идею о том, что вместо того, чтобы доктор назначил 10 препаратов и получил за них бонус от фармацевтической фирмы в виде шариковой ручки, или 10 гривен себе бонусы, может быть, нам необходимо все-таки ввести стандарты терапии на территории страны, чтобы у нас было лечение стандартизированное, чтобы врачи были ограничены вот этим стандартным лечением, а докторам ввести идею в голову о том, что, вернее, не докторам, тут нужно работать с пациентами, о том, что, возможно, медицина должна быть все-таки платной, и консультации докторов должны стоить каких-то 50 гривен, 100 гривен, но при этом доктор должен избавить вас от списка препаратов, которые не являются необходимыми, не являются острыми. в данном, ну, не нашла я поддержки, естественно, фармфирмы и производители лоббируют это все. Вот опять же, иногда созваниваешься с доктором, говоришь, доктор, а вот давайте не этот препарат, а наш, да, вот такой же, только наш, за 10 гривен, а не за 30, а не за 60. Доктор начинает говорить, нет, почему? Потому что наш кожа работает. Дорогие мои коллеги, если препарат, по вашему мнению, не работает, кожа работает, на сайте фармцентра существует форма, которую может заполнить любой доктор, представитель пациента, сам пациент, указав, что у препарата есть, какие-то неизвестные доселе побочные реакции, или этот препарат данной конкретной фирмы неэффективен. Вот мы колем препарат фирмы А, под названием В, одному пациенту, второму, третьему, и ничего. А потом покупаем какой-нибудь заморский, такой же, с тем же веществом, а он работает. Значит, давайте информировать наш фармцентр, давайте избавлять рынок от препаратов, которые не работают, или давайте признаваться, что мне выгодно назначить этот препарат по своим каким-то причинам, а этот я назначать не буду. Я не знаю, как выводить всех на чистую воду, наверное, это какая-то утопия, которая живет в моей отдельной бюджетной воде, но хотелось бы. Как самое интересное, что эти нормы существуют? Ну, у нас в стране официальных каких-то стандартов, даже гости, специалисты гост, они когда сюда мобильные бригады привозили свои, они говорили, мы просили у министерства, скажите, чем у вас принято лечить, то-то, то-то, неотложность, какие списки, говорят, эти списки либо устарели, либо вообще не утверждены. У нас нет, в общем-то, стандартизированного лечения, которое должны поддерживаться абсолютно все доктора, мало того. Доктора не будут нести никакой ответственности, если они выйдут за рамки терапии, которая обозначена в каком-то там буклете или в какой-то там приказе по лечению. То есть они имеют право сверх нормы что-то назначить, не только то. И еще один важный момент. У нас в городе ни одна аптека, насколько мне интересно, ни одна сеть аптек, они предоставляют переселенцам скидку. Ну, вот лично мы при закупке пользовались сетью аптек 911, они давали нам, как волонтерам, скидку, и аптека номер 2, которая на советской, они нам давали большую скидку, хорошую там, какую только могли. Иногда даже, когда речь касалась синтепиотиков стоимостью 1000-2000 гривен без наценки, потому что мы экономили очень хорошо. Но сети аптек не предоставляют большой город, огромный, масса переселенцев, нет скидок, может кто-то задумался, если в сети аптек ведет такую стиху, чтобы прописать. У нас еще два вопроса. У нас псимистическое отношение к институту, о которой вы говорите, это естественно, то есть Министерство охраны, подождемся реформу, я не знаю, что у нас произойдет. Второе, естественно, переучить врачей так вещей, как вы рассказываете, ну, вряд ли мы можем тоже рождаться. Слушайте, а как вы видите вот сейчас вот идеальную схему помощи ВПРО? Может быть, для этого нужно просто организовать какую-то амбулаторию, есть же донорская помощь зарубежных, манять врачей, которые заменяемы, которые назначают эффективные препараты, заключить договор с аптеком, с плановым, потому что то, что вы говорите, они бы оптовую закупку делали, когда была скидка, а на розничную скидку, например, я так понимаю, по сути, сети аптек не делают. Поэтому вы можете избежать эффективно, это будет в специальном аптеке, где врачи, ну, не аптеке, а амбулатория, где врачи будут на закладе принимать постоянно перемещенные пенсии, отдельно от этого, их не нужно будет переучивать, не нужно ждать ванны небес на ни скачей этажей. Это вопрос? Это интересно. Нужна ли какая-то отдельная структура для обслуживания? Выдрать грант, лицензию? Идеально, да, идеально. Это работает сейчас, когда люди приходят, да, с назначениями, с осмотром, с диагнозом. Если ни у кого нет сомнений, что диагноз нормальный, пациент не нуждается в переследительствовании другим докторам, да, можно позвонить нескольким проверенным докторам и с ними как-то с этим списком разобраться, да, и все. Володя разобрался, пошел, купил, предоставил, а все вроде поработает. Вот мне нравится эта система, она уже работает, она отлаженная, есть доктора. Я думаю, они меня могут быть, там уже не злым тыхим словом, могут вспоминать, когда я звоню несколько раз на день и спрашиваю еще раз об одном и том же препарате, но тем не менее. Вот. Во-первых, у меня к вам тоже такой встречный вопрос, а мы с вами чем хуже? Почему ВПЛ будут пользоваться услугами клиники, да, и аптеки и так далее, и будут лечить в рамках стандарта международных? Это не лечит на клинике. А, ну, хорошо. Амбулатория. Хорошо, амбулатория. Их будут лечить в рамках международных стандартов, а нас с вами... Нет, подождите, Лена, у нас с вами есть выбор, мы можем пойти к тому или иному врачу, мы можем за себя постоять. Понимаете? Вот так же точно, между прочим, один из метров нашей отечественной эпидиатрии меня когда-то поддержал даже, я когда-то писала, потому что он сказал, что он полностью согласен. Министерство здравоохранения точно так же думает. Он говорит, мы сейчас дадим свободу всем людям, пусть ходят, как ему хотят терапевту, они сами выберут себе врача. А как вы себе, вы как будете выбирать врача? Вы знаете, вот, кто из врачей хороший, кто чуть похуже, кто... Я узнаю, узнаю, конечно. Ну, это тоже, знаете, все так необъективно. Мне бы хотелось, честно говоря, чтобы какая-то из клиник наших выбрала какой-то международный грант. Пусть это будет на базе студенческой, да, там, больницы и поликлиники. Пусть это будет вот та же ЦКВ, ухар, залезницы или еще какие-то клиники. Есть захудалые клиники, которые нужно, в общем-то, брать, отстраивать, перефинансировать, набирать молодых докторов, наших докторов, прогонять их через тесты, да, международные, студировать, чтобы комиссия какая-то принимала у них экзамены, да, чтобы они под патронатом достойных докторов, коих очень, в общем-то, много в городе, проходили тестирование первых пациентов, да, там, лечили, показывали и работали. Не только для ВПЛ, но и для нас. Мне хотелось, но я же вам говорила, что вот ВОЗ сидит у нас и покажите мне тех представителей здравоохранения Харькова, которые с представителем ВОЗ нашли контакт, подружились и сказали, ребята, а может вы нам хотя бы антибиотики там предоставите, да, для лечения ВПЛ, или вообще малообеспеченных населения, или лекарствами от туберкулеза, прогрессивными какими-то поможете. Никто не идет на контакт снизу. Почему? Ну, еще, наверное, не доросли. Но пойдут. Я уверена, что пойдут. Ну, вы же сами утверждаете, что чем это было, отличается от обычных граждан. Появителька скажет, что у нас, мы обслуживаем всех, кто обратился, у нас работы достаточно, и мы с этим выдержали, и у нас есть средства, ну, а что они как-то, что все, естественно, бесплатно, на все везде. Сама студента, с английским языком, они сейчас доучатся, я думаю, не поймут. Хотелось бы резюмировать, потому что в связи с тем, что перемещаются люди массово из оккупированных территорий, у нас обострились не только медицинские проблемы, но все, все проблемы. То есть мы увидели весь спектр. Поэтому сейчас, пока есть такая передышка, я думаю, надо не только медицину подтягивать, а и другие отрасли, для того, чтобы мы не знаем, что будет дальше. Поэтому, что хочу волонтерам терпения пожелать, ваши статистические данные, чтобы услышали, да, и применили к тем реформам, которые у нас, все-таки, надеюсь, произойдут. Поэтому спасибо вам большое, что вы вышли с такой устой темой, журналистам за вопросы. Мы завершаем пресс-конференцию и ждем наших следующих спикеров. Спасибо. Понимаете, они не будут выходить, потому что они в этом не заинтересованы. Спасибо.